Всем салем! Друзья, я получил письмо, приглашение от Минтрома о том, что состоится следующее заседание 13 июня. Вы помните, на прошлой неделе я не зашел на первое их заседание, потому что они хотели провести в закрытом формате. Из Казаларды приехал у нас в Казалархат. Все ребята приехали из регионов за ночь. И теперь вы не запускаете нас? Объект режимный из-за этого. Почему вы разматриваете в своем здании тогда? А поскольку петиция народная, ее подписали более 50 тысяч человек, я посчитал, что она должна проходить в публичном формате, то есть в открытом режиме. Вот это должно быть как трансляция с Бешимбаевым. Пусть народ сам видит, кто прав, кто нет. Но в письме сегодня снова Министерство промышленности указывает, что якобы это стратегический объект. Во-первых, это не стратегический объект. Вы посмотрите НПА, четко указано, что является страт-объектом. Здесь опять наглая ложь. Но суть в чем? Суть в том, что мы живем в новом веке информационных технологий. И проблем же нет сделать открытую трансляцию на YouTube куда-нибудь еще, чтобы люди видели. И во-вторых, если у правительства больше нет зданий в Астане, я вот очень сомневаюсь, да, столько помещений, квази-госсектора, где можно было бы это провести открыто. Нет, не хотят. Потому что этому вице-министру, этому министру удобнее, да, со своего кабинета встать. Вот они даже не хотят никуда ехать ради народа и вот обсуждения, да, народных проблем. Им хочется из кабинета вот так выйти, в свой зал заседания сесть. Знаете, вот настолько вот эта вот ленность, вот это отвратительное чванство, да. Третье. Ну хорошо, вы не можете в другом месте провести. Ладно, вы не можете онлайн-трансляцию боитесь делать. Ну, пригласите независимые СМИ. Вы же этого не делаете. Независимые СМИ не зовут. Снова будет Хабар, будут пару газет там своих, аманатовских, и все на этом. Почему они это делают? Вы все понимаете. Потому что лгать удобнее всего за закрытыми дверьми, чтобы люди этого не видели, чтобы это не стало достоянием общественности. И что касается лжи, да, мы подготовили иск к Министерству промышленности, где указываем, что Минпром в официальном своем заявлении фактически предоставила недостоверную информацию казахстанцам. Это является нарушением законов, и за это предполагается наказание. Поэтому Минпрому три дня на то, чтобы опровергнуть такие тезисы, что с введением утесбора происходит омоложение автопарка страны. Это ложь, которая легко разбивается статистикой. Поэтому, если Минпром в течение трех рабочих дней не опровергнет эту информацию, мы пойдем в суд и заставим вас опровергнуть через суд. Что касается суда, вы до сих пор не исполнили решение Верховного суда, вы не предоставили нам данные по локализации, или же на вашем языке, наверное, локализации. До сих пор нет этих данных, потому что они нам сейчас нужны. В ходе заседания Рабочей комиссии мы бы эти данные использовали и вообще вскрыли все. Но вы нам специально не даете и не исполняете решение Верховного суда. За это тоже предполагается наказание. Далее. Вы до сих пор не опубликовали список Рабочей комиссии. Вы настолько боитесь, что вы даже список не опубликовали. Туда опять-таки не вошли депутаты Мажелиса и Сената, которые выступали против утесбора, которые делали запросы правительства. Вы их не включили. Вы включили только своих депутатов, таких как Шаталов, который всегда поддакивает и подкрякивает Лаврентию, когда он покупал, вы знаете, Арселор Митл Тимиртау. То есть это все, вся кучка вот этих всех чиновников. Только те, даже вот председатель, струющий Олжас, вице-министр, даже он работал в Кустанайской области. И фактически, я считаю, связан. Они все повязаны. И они специально создают вот этот между собойчик за закрытыми дверьми, чтобы вся эта ложь не вышла наружу. Но у вас ничего не получится, потому что я буду давать обширную пресс-конференцию с донесением вот всего, что вы пытаетесь спрятать. И я хочу спросить, кстати, у казахстанцев, как вы думаете, мне идти в этот закрытый формат вот с таким составом, да, сомнительным, или нет? Или требовать вот открытой онлайн-трансляции, как с Бешимбаевым? В любом случае, я могу биться хоть в подвале ради интересов казахстанцев. Мы пойдем и будем биться до конца.